Светлые и уютные классы, оснащенные цифровыми технологиями. Новая мебель, оборудование для лабораторий. Школа в микрорайоне «Новый город» готова принять учеников 1 сентября. Как подготовились другие образовательные учреждения столицы Чувашии к новому учебному году в непростых условиях пандемии? Мы сегодня обсудим с начальником управления образования администрации города Чебоксары Дмитрием Анатольевичем Захаровым. Дмитрий Анатольевич, сколько учеников в столице Чувашии в этом учебном году сядут за парты? Здравствуйте. В этом году за парты сядут больше 63 тысяч обучающихся. Это действительно рекордное число. И если наблюдать за динамики последних лет, поступательно число наших школьников увеличивается больше и больше. Ежегодно стены и двери наших образовательных учреждений принимают до 7-8 тысяч первоклассников. И такая динамика сохранится на ближайшие 3-4 года. Это однозначно. Поэтому мы ждем, что уже к 2023 году цифра приблизится до 70 тысяч обучающихся. И, конечно же, здесь возникают сопутствующие вопросы и кадровые, и материально-техническая оснащенность, и строительство школ. И всех их, конечно же, надо решать. Какие образовательные учреждения капитально были отремонтированы в этом году? Капитальный ремонт является одним из приоритетных вопросов, для решения которых выделены из республиканского бюджета почти 300 миллионов рублей. Это значительная цифра, потому что в прошлые годы в основном город выживал за счет средств именно городского бюджета и за счет позиции Чубаксарского городского собрания депутатов и главы администрации Алексея Ильича Ладыкова. Данные средства направлены по нескольким программам на образовательные учреждения в виде комплексного капитального ремонта. В частности, три крупных объекта. Это 6-я школа, 10-я и 24-я. Например, на 6-ю школу выделено более 24 миллионов рублей. Что удалось сделать на эти деньги? На эти деньги удалось заменить практически всю коммуникацию в 6-й школе. Это и электричество, и водоотведение, и тепло, и все необходимые, ну скажем так, инженерные инфраструктуры, которые позволяют школе функционировать благополучно и детям создавать уют и комфорт для пребывания в школе. Ну и кроме того, это места общего пользования, это и вестибюль, и кроме того, фасад. Также денежные средства были направлены на капитальный ремонт детских садов. Буквально недавно мы получили подтверждение о доведении республиканских лимитов на 13 детских садов. Здесь также ремонтные работы не будут проводиться частично, как это бывало в прошлые годы, когда замена окон или же аварийные работы на теплотрассе, замена кровли, а комплексно. То есть, если в детский сад заходит подрядная бригада, то она, соответственно, меняет окна, пол, стены, потолок, электричество, все сопутствующие инженерные коммуникации для того, чтобы, по сути, для детей и родителей предоставить в последующем новый объект. Приемка показала, что наши школы и детские сады на высоком уровне готовы к началу нового учебного года. Вот как раз переходим к приемке. Как прошла приемка школ в Чебоксарах в условиях незакончившейся пандемии? И насколько школам удалось вообще организовать дезинфицирующие средства, рециркуляторами оснастить школы? Это вообще, наверное, было сложно. Да, для нас вопрос именно медицинско-санитарной безопасности пребывания детей является основополагающим для начала нового учебного года. Поэтому дезинфицирующие средства, они у нас имеются и в детских садах, и в школах. Буквально со дня на день мы ожидаем поставку рециркуляторов и термометров для замера температуры. Для того, чтобы в каждом классе, фойе, в спортивных залах, в актовых залах эти необходимые атрибуты были и можно было воздух обеззараживать. Кроме того, новые санитарные нормы, которые диктуются текущей обстановкой в эпидемиологической стране, также приняты для работы и заведующие директора сегодня готовятся к тому, чтобы 1 сентября начать во всеоружии, провести, скажем так, подготовительные мероприятия. И уже наши дети не нуждались ни в чем для того, чтобы безопасно пребывать в наших школах и детских садах. Дмитрий Анатольевич, уже точно известно, как будет организован в этих условиях учебный процесс и отдельное расписание для классов там может быть. Как они будут питаться? Вот это уже все как бы расписано, разложено по полочкам? Да, буквально на днях мы встречались с руководством управления Роспотребнадзора, провели соответствующие совещания с директорами школ. Здесь очень много вопросов, потому что не только наш город, но и вся страна в целом впервые столкнулась с такой масштабной проблемой. И подготовить образовательные учреждения к началу нового учебного года – это серьезный и важный вопрос. Предполагается, что расписание для каждого класса будет индивидуальным, для того, чтобы минимизировать пересечение детей на перемене. Горячее питание будет осуществляться в соответствии с рекомендацией без социального дистанцирования, то есть так, как мы привыкли. Но также будем стремиться к тому, чтобы потоки детей разъединять. То есть, если мы завтрак привыкли иногда проводить после первого урока для начальных классов, то по рекомендации мы его будем проводить после второго, третьего. И в таком масштабе будет у нас работа проводиться. Кроме того, из новшеств, которые будут реализовываться, это отмена кабинетной системы, когда класс целый день сидит в своем кабинете со своим классом-руководителем. Учитель-предметник приходит, проводит уроки, но в то же время ученики не покидают кабинет, чтобы меньше пересекаться для того, чтобы устранить возможные заражения. Постоянное проветривание, генеральная уборка не реже раза в неделю всего образовательного учреждения, а ежедневная уборка помещений – это, конечно же, работа для вспомогательного персонала, ложится на их плечи. Ну и плюс в каждом классе дезинфицирующие средства, рециркулятор, то, о чем мы говорили, и термометрия. То есть, если нам в ходе замер температуры показывают больше положено, больше 37 градусов, то мы приглашаем медицинского работника, который есть в каждом образовательном учреждении, он уже принимает решение. Или вызывает скорую помощь, вызывает родителей, или принимает другие меры, необходимые для изоляции ребенка от окружающих. Что касается дополнительного образования, здесь бы я хотел тоже остановиться, дворец детского и юношеского творчества, он также будет работать. Кружки секции будут принимать ребятишек уже начиная с сентября месяца. А в школах здесь своя особенность по дополнительному образованию. Если горожане привыкли, например, приводить ребенка 5-6-летнего возраста для того, чтобы подготовить его к первому классу на следующий учебный год, пока третий этап не наступит, мы такой возможности не можем предоставить. Здесь в кружках и секциях школы занимаются только сами школьники этого образовательного учреждения. Это особое требование Роспотребнадзора об отмене массовых мероприятий, чтобы посторонние лица в образовательном учреждении не присутствовали. То есть ни в какой школе столица Чувашия подготовишек пока не будет? Пока нет, мы ждем третьего этапа. И теперь все школьники начальных классов Чувашия и столицы республики в том числе будут питаться бесплатно. Как организован этот процесс? Это усиленный завтрак все же или полноценный обед? И если родители, например, захотят, как раньше, чтобы дети питались два раза в день, как это все будет осуществляться? Вот вы задаете совершенно правильные вопросы, потому что мы после недавнего озвучивания по горячим бесплатным обедам получили массу обращений от родителей города Чебоксары по поводу того, что им хотелось бы видеть или завтрак, или же обед. Здесь вступает в силу много составляющих и, скажем, материальное положение родителей. Может быть, какая-то возможность не завтраком кормить, а обедом, потому что завтрак, он с утра у себя дома, и буквально через два урока снова садиться за завтрак не совсем может быть разумно. Мы сейчас анализируем эту ситуацию для того, чтобы понять, насколько благополучно будет именно обед или завтрак. Сумма стоимости бесплатного горячего блюда составляет 52 рубля. На сегодня у нас в городе Чебоксары для начального звена стоимость завтрака 21 рубль, а обеда 54 рубля. Вместе с комбинатом школьного питания мы рассматриваем меню. Если это обед, то надо будет пересмотреть продукты питания для того, чтобы уложиться в 52 рубля. Если это завтрак, то он должен быть плотный и обогащен большими белками, витаминами, чтобы детям было вкусно. Они это не выбрасывали, а употребляли в пищу. Я думаю, в ближайшее время будет решение принято и озвучено. Все о школьниках до школьниках. Давайте про детские сады поговорим. Еще тоже очень многих родителей интересует вопрос, когда все детские сады откроются в полной мере и заработают уже все группы. На сегодня у нас дежурные группы работают практически в каждом детском саду. Почти 7 тысяч дешкалят посещают эти дежурные группы. Мы ожидаем, что наступит третий этап, после которого детские сады начнут работать в обычном штатном режиме. А пока дежурные группы, к сожалению, они сохраняются. Но обращая внимание на родителей, по поводу дежурных групп, надо обращаться к заведующему детского сада, обращаться в управление образования, для того, чтобы получить возможность попасть в дежурную группу. Наверняка есть такое желание, такая востребованность. Родители, соответственно, могут обратиться в тот детский сад, к которому они территориально относятся. Но пока обязательным условием сохраняется, что нужны справки с работы обоих родителей, да, получается? Что касается справок от родителей, на сегодняшний момент, согласно тому, что указан второй уже отменен, и эти справки указывались именно здесь, в этом нормативном документе. Мы получили по нашему запросу от прокуратуры разъяснение, что в принципе справки на нынешнем этапе не нужны. А сейчас прорабатывается вопрос, чтобы вообще справки эти отменить, и можно было дежурной группой поступать свободно. Всем нуждающимся можно будет пойти. Да, все желающие. Все желающие. Хорошо. Мы с вами находимся сегодня в самой большой школе в Приволжском федеральном округе. Отрадно, что она находится в столице Чувашии. 1600 мест. Но недавно прошла информация также, что уже в микрорайоне Новый город проектируется новая школа, еще одна. Она будет такая же большая. И вообще, какие еще образовательные учреждения в ближайшее время начнут строить в Чебоксарах? Вот микрорайон Новый город – это тот классический ярчайший пример того, как застройщики относятся к социальным проблемам. Мы видим, что совместно с застройкой микрорайона, с жилой застройкой, возводятся и социальные объекты. Школа на 1600 мест, как правильно отметили, одна из крупнейших школ в Приволжском федеральном округе. Следующий проект, он должен восполнить потребность тысячи мест в данном микрорайоне. И школа действительно проектируется интересной с учетом, скажем так, современных архитектурных особенностей, тенденций и веяний. И кроме того, для того, чтобы было детям комфортно пребывать здесь. На сегодняшний момент в микрорайоне Садовой прошли конкурсные процедуры. На стадии заключения контракта находится сейчас администрация города, для того, чтобы здесь была построена еще большая школа. На 1650 мест, ну, здесь мы опять идем на рекордные цифры. Понимаем, что данная численность школ, она обусловлена в первую очередь необходимость моментального решения задач. И в Новом городе, и в Садовом очень много детей, особенно родителей, которые ожидают учебного места. А в Садовом, к сожалению, только девятая школа, она не решает всех потребностей. Материальный фонд желает оставлять лучшего. И новая школа, она ожидаема. Ожидается, что к 22-му году школа распахнет свои двери и примет обучающихся. Параллельно ведется проектирование школы микроуниверситетской. Кроме того, согласно плану социально-экономического развития Чуваши, который рассмотрен и одобрен главой республики Олегом Алексеевичем Николаевым, планируется строительство еще 10 школ. Мы знаем для себя эти важные отметки, где должны вырасти школы. Это и Благовещенский, и Финская долина, и Микройон Лента. Здесь, конечно же, ожидания долгие, и жители обеспечены на сегодня только одной школой, 56-й. Здесь необходимо строить школу, и, конечно же, быстрее. Во многом здесь зависит и позиция подрядчика, который застраивает новый микрорайон. Вот мы видим, еще раз обращусь к данному примеру, когда застройщик на себя берет социальные обязательства. И здесь уже механизмы работают быстрее и эффективнее. Есть проект, разработанный застройщиком, который прошел государственную экспертизу. Дальше уже руководство республики, скажем так, получает средства из федерального бюджета, и школа возникает все быстрее. Спасибо, Дмитрий Анатольевич. Я вам сейчас предлагаю немножко окунуться в БЛИЦ-опрос и вспомнить свои школьные годы. Короткие ответы, либо короткое разъяснение. Дмитрий Анатольевич, какой у вас был любимый предмет в школе? У меня история. Вы были отличником? Нет. Прогуливали хоть раз в уроке? Скорее всего, да. Любимая спортивная игра на физкультуре? Баскетбол. Очень любил играть. До сих пор занимаетесь? Сейчас баскетболу нет. Это все-таки, скажем так, нужна команда. У нас была очень сильная команда. Тогда еще 16-я школа. Мы выступали и в районе, и в городе. И, в принципе, добивались результатов. Отлично. Нынешним школьникам повезло больше в плане оснащения новыми технологиями, компьютерами, современными площадками в школе? Или в наше с вами время были свои плюсы? Плюсы, наверное, в каждое время свое. Мы понимаем, что, когда мы обучали советское время и в начале 90-х годов, здесь очень сильная педагогическая школа. Советская, которая основана на учениях Макаренко, других педагогов. И, безусловно, та дидактическая школа, которая преподносилась учителями старой закалки, она преподавала хорошее знание. Современные тенденции, они требуют немножко другого направления. Здесь личность формируется не только на понятийном уровне и на знаниях фактов, исторических процессов, каких-то явлений, событий и так далее. Ну и, кроме того, развитие личности многогранной, будь это творческая, культурная составляющая, или же спортивная, научно-исследовательская и так далее. И здесь, на современном этапе, образовательные стандарты как раз приглашают в школы-лаборатории. То, что мы наблюдаем техническое оснащение в современных школах, это позволяет творчески развиться личности. Естественно, научные направления, которые предлагаются в наших образовательных учреждениях, позволяют действительно школьнику определиться в дальнейшем, кем он хочет стать по этому направлению. И, кроме того, гуманитарный цикл тоже разнообразен, интересен, и современные технические средства обучения позволяют добиться хороших успехов и результатов. Спасибо, Дмитрий Анатольевич, за откровенные ответы. Теперь я вам предлагаю обратиться к родителям и сказать, успокоить, может быть, кого-то, сказать, что точно учебный процесс начнется, он состоится, дети пойдут в школу. 1 сентября, уважаемые родители, мы ждем ваших детей в школах города Чебоксары. Безопасные условия будут созданы, и нашим детям будет комфортно и уютно. Желаем всем ученикам в новом учебном году хорошего, комфортного обучения. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашия. Субтитры подогнал «Симон»!